В туристическом буклете под названием I Feel, Словения, с выделенным словом «Любовь» написано «Такая маленькая страна, что ее можно было обойти пешком, и такая большая, что ее хочется открывать бесконечно». А это гора, или маленькая очаровательная горка, называется Рогла, и ее высота всего 1517 метров. Но разве это главное? Это я. Еду такой, весь в красивых елках. Лепота. Это, кстати, слово славенское, и означает оно, ты знаешь что. Что главное в жизни – это лав и лепота. Добрый день, друзья! Это я, ваш тревел-курьер, консультант Михаил Осиповский. Пью пиво злоторок, говорю вам. Рогла. Стично, фантастично. Что по-славенски означает поэтично, фантастично. Да, именно так можно описать маленький горнолыжный курорт на горе Рогла в Похорье, в 40 километрах от городка Мариборр и в 105 километрах от столицы Словении с красивым именем Любляна. Мы проведем там 4 дня, восстанавливая надруженные в поездке мышцы и суставы, а также покатаемся на лыжах на горе Рогла. Здесь, кстати, проходят курсы реабилитации футболисты, лыжники и легкоатлеты многих европейских сборных, точно Италии, Словении и России. И здесь, в комплексе отелей, есть медцентр и кабинеты врачей – ортопедический, спортивных травм, неврологический, варикологический, пульмонологический кабинет обследования мышечной мускулатуры и, конечно, термы. Прежде всего, это разнообразные терапии – гидро, электро, механу, кинезы, термотерапии, гальванические, жемчужные, травяные, арома ванны, торфяные ванны и обертывания, которые лечат различные спортивные травмы, а также остеохондрозы, межпозвонковые грыжи, искривление позвоночника, ревматизма и артриты. Сейчас расскажу, как я лечу плечо. Я тоже где-то лёгкоатлет и, конечно, футболист и горнолыжник, но от этого у меня ничего не болит. Но кроме того, я ещё и журналист и путешественник, пишу заметки, книжки про наши поездки, снимаю видео и целый день работаю на компьютере. Ничего не могу сделать без компьютера. А с компьютером я ни черта не делаю. Сижу в интернете. И от частого печатания на клавиатуре у меня появились боли в плече, правда, не сильные. И вот в этом медицинском комплексе я заказал себе процедуру с вулканическим торфом, который стоит 14 евро всего за 20 минут. Горный торф – природный источник здоровья, экологически чистый. И говорят, что его нашли в вулканах Рогла ещё 10 тысяч лет назад. Сейчас он применяется для восстановления мышц, суставов и вообще, как я уже сказал, любых травм, полученных в спортивных соревнованиях. Медсестра привезла на тележке два больших резервуара с тёмно-коричневым торфом, половину из которых она положила мне под шею, как подушку. И ещё по ведру тёплого, но не горячего торфа окутало мне каждое плечо. Завернуло меня всего в целлофан, включило радио, и через 20 минут мне стало так хорошо, что я стал понимать славянские песни. Потом вздремнул, а потом у меня, клянусь, эскулапом и гиппократом. У меня прошло плечо. Восстановив плечо, пошёл кататься на лыжах. Всё есть в Словении, всё близко. И Адриатическое море, и Юлианские Альпы, и горные лыжи. Я, как я уже сказал, Рогла горнолыжный курорт находится рядом с городком Зречи, под которым как раз она и стоит. Это гора Рогла, её высота 1517 метров, количество подъёмников 13, протяжённость горных трасс 12 километров, и есть ночное катание. Там высокие ели, метров под 100, вышиной, покрытые снегом. Красивый, уютный горнолыжный курорт. Рай для детей и горнолыжников начального и чуть продвинутого уровня. Кстати, дети катаются бесплатно. Кроме лыж, здесь можно кататься и на санках. Называется, кстати, Злодеева. Туристы в основном приезжают из Италии, Хорватии и России. Но, кроме того, Рогла это ещё олимпийский центр в Словении, где тренируются команды европейских стран, Италии и Словении, и даже России. Часто проходят различные международные соревнования по горным лыжам и, конечно, по сноуборду. В основном на курорте преобладают зелёные и голубые трассы, это по рейтингу США. Альпийский набор лыжи, палки и ботинки стоит 22 евро на человека, плюс 32 евро подъёмник. Итого 54 евро на человека. А вообще, конечно, на Рогле очень хорошо, ярко светит солнце, 50-70 и даже 100 метровые ели, покрытые снегом, величаво и нежно, окутывают широкие и не очень крутые трассы. Красиво и тихо, только в полдень льются колокольные звоны с церкви неподалёку, а вечером после лыж идёшь в ресторанчик. А потом в открытый бассейн, лучшие опрыски в мире, лежишь себе в тёплой термальной воде и смотришь на лес, вдыхая сосновые фитонциды. А в тишине гор падает снег. Лепота!